Борьба с коррупцией внутри органов исполнительной власти. По мнению экспертов, эта тема кажется интересной и важной 60% жителей региона. Как проходит борьба со взяточниками, журналистам рассказал вице-губернатор Виктор Смирнов. Нередко информация приходит извне. О недобросовестности чиновников сообщают граждане. Через Координационный совет при губернаторе проходят все обращения граждан о коррупционных нарушениях государственных и муниципальных служащих. Могу вас проинформировать, что в первом полугодии 2013 года таких обращений было три. И проверки были проведены. Правда, в ходе проверок информация о коррупционных нарушениях в отношении заявленных граждан не подтвердилась. Контролировать расходование средств областного бюджета муниципалитетами – одна из важнейших задач в борьбе с коррупцией. Если контракт на то или иное мероприятие оказывается невыполненным, дело переходит в руки полиции. Я могу вам вспомнить и Южский муниципальный район, где был вообще контракт заключен на строительство полигона ТБО. И более трех миллионов рублей было затрачено на эти работы. До сих пор ни полигона нет, ни подрядчика найти не могут. Другая тема, на которую становился Виктор Смирнов – гармонизация межнациональных отношений. Недели ранее губернатор встречался с представителями диаспор, проживающих на территории региона. Диаспоры чувствуют себя изолированными, поскольку нет системного механизма коммуникации, когда они могли бы встречаться с руководителями области постоянно и постоянно излагать свои проблемы. Создадут специальный координационный орган при губернаторе, который будет заниматься решением спорных вопросов, обеспечивать связь между правительством и национальными меньшинствами. Напомним, национальный вопрос обострился в регионе после того, как юные вандалы разрисовали здание мечети, а сын депутата Телмана Фирояна избил сотрудника ДПС. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.